МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это значит, что буквально через несколько минут мы знаем, кто станет победителем в нашей стране безопасности на этот раз. Вы готовы сегодня сражаться за победу? Да. Я думаю, что у вас все получится, потому что вы себя показали на протяжении предыдущих трех дней сильными соперниками и практически равными бойцами. По итогам трех игровых дней у нас лидирует Егор. Итак, наши первые испытания, ребята. Я буду вам читать загадки, а отгадки вы должны найти каждый на своем стенде. Поскольку у нас с вами финал, ставки растут, поэтому каждый правильный и быстрый ответ будет стоить не две фишки, как раньше, а три. А просто правильный ответ будет стоить всего лишь одну фишку. Так что у вас есть стимул делать все на скорость. На скорость, сообразительность и на знание. Ну что, отгадываем загадки? Все понятно? Правильную картинку просто находите и приносите мне. И получаете три фишки, если быстрее справитесь с соперником. Итак, первая загадка. Родился я в печке, завился в колечке, сплясал трепака и ушел в облака. Бегите к своим стендам и ищите правильный ответ. Кто в печке родился? Быстрее! Молодцы! Правильный ответ, ребята. Присядьте. Что это у нас, скажите? Дым. Правильно, Егор справился чуть-чуть быстрее, поэтому ему три фишки. Три фишки. Держи. А Кирочке одну фишку за правильный ответ. Следующая загадка. В деревянном домике проживают гномики. Уж такие добряки раздают всем огоньки. Побежали. Что за деревянные такие в домике живут? Пайда Кира, молодец. Включила скорость. За скорость фишку получит и за правильный ответ получит. И Егор ответил правильно. Поэтому Егору фишку за правильный ответ. Держи, Егорушка, быстренько присаживайся. А Кирушке целых три фишки. За правильный и быстрый ответ. Молодец. Следующая загадка. Пламя бьется из-под крыши. Крик о помощи мы слышим. Суетятся все. Кошмар. Это бедствие. Побежали. Что за бедствие случилось? Суетятся все. Быстрее, быстрее. Так, хорошо. Ребята, что это у нас? О чем речь шла в загадке? Почему суетятся? Потому что что случилось? Какое бедствие? Пожар. Пожар. Конечно, пожар. Ребята, хоть картиночки у вас разные, но и там, и там изображен пожар. Поэтому правильно вы принесли. Егор, держи за правильный ответ. И Кирушки за правильный и быстрый ответ. Молодец. И последняя загадка. Слушаем внимательно и включаем скорость. Финал все-таки. То назад, то вперед. Бродит-бродит пароход. Остановишь горе, продырявишь море. Побежали. Что за пароход? Туда-сюда ходит. Туда-сюда. Смотрите на меня, Егор. Пароход туда-сюда. Это утюг, ребята. Это отгадка осталась все-таки у вас на стеде. Это утюжок. Поэтому фишки никому не дам. Сколько заработали в первом конкурсе? Считайте быстренько. Быстрее, быстрее. Финал. Времени нет. Учимся к заключительному конкурсу. Ребята, тема нашего сегодняшнего разговора это правильное и безопасное поведение в месте большого скопления людей, то есть в толпе. И сейчас более подробно об этом, как вести себя в такой ситуации, нам расскажет наш эксперт по безопасности Мария Александровна. Она уже вышла с нами на связь. Ребята, привет. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Но для начала я хочу задать вам вопрос. В каких местах можно увидеть большое количество людей? На день рождения. На день рождения. Конечно, на день рождения много людей приходит. Хорошо, давайте послушаем тетю Машу. Ребята, большое скопление людей также называют толпой. В некоторых случаях толпа может представлять большую опасность для жизни людей. Именно поэтому важно знать простые правила безопасного поведения в такой ситуации. Находясь в толпе, держитесь за руку с родителями. Не пытайтесь двигаться в направлении в противоположном движению толпы. Стремитесь оказаться не в центре, а у края потока людей. Лучше всего у стены. Двигайтесь с такой же скоростью. Старайтесь держать равновесие. Если вы упали, тут же схватитесь за кого-нибудь рядом с вами. Не старайтесь зацепиться за ткань. На это уйдет много сил. Используйте петли, пуговицы, карманы, чтобы зацепиться надежнее. После чего подтягивайтесь и старайтесь опять встать на ноги. И помните, главный совет. Главное не паниковать самому. А на сегодня это все. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, у меня есть для вас еще одно итоговое, финальное, контрольное испытание. И последнее, самое-самое последнее в вашей игре возможность заработать фишки дополнительные, которые определят победителя. Ребята, я буду вам задавать вопросы. Маленькая подсказка. Кто был внимательен на протяжении четырех дней нашей игры, тот ответит на мои вопросы. Сейчас я это и проверю. Каждый правильный ответ будет стоить три фишки. Если вдруг вас будет дополнять соперник, и у него это получится лучше, то эти три фишки перейдут ему. Все понятно? Скажите мне, кто начнет первое отвечать на мои вопросы? Ты? Хорошо. Была Кира у нас однажды, первое отвечала. Теперь, значит, ты начнешь. Итак, первый вопрос, Егор, с первого конкурсного дня. Что надо делать, если вы заметили у себя на балконе пожар? Надо соседними попросить звонить 101. Да, а еще по какому номеру можно звонить в пожарную службу? 102. 112. 112. Перепутал. Да я знаю, что ты знал, просто перепутал. Хорошо, а что еще нужно делать? Спускаться по лестнице. Так, да, оставить, покинуть квартиру и выйти на улицу. А дверь на балкон? Закрыть. Закрыть. Хорошо, Егор, с моей помощью ты справился, поэтому я тебе дам не три фишки, а две. Одну оставлю себе. Хорошо? Так, первый вопрос. Есть у нас ответ на первый вопрос. Кира, второй вопрос для тебя. Он со второго конкурсного дня. Какие предметы легче всего загораются? Расскажи нам, Кир. За навески, кровать. Ну, кровать я с тобой не соглашусь, она все-таки попозже. За навески, да, она моментально вспыхивает. А что еще очень быстро загорается? Бумага. Бумага, правильно. Хорошо. А какие еще такие горючие вещества? Мы тоже о ней говорили. Бензин и газ. Правильно, молодец, все вспомнила. Держи. Две фишки, да, и правильный ответ. И еще одну, три. Так, следующий вопрос, Егор, для тебя. Расскажи нам, пожалуйста, какую опасность стоит в себе ветер и ураган? Вот когда сильный-сильный ветер на улице, даже ураган. Что он может сотворить такое опасное на улице? Может на траву попасть и будет огонь. Ну, от ветра вряд ли. Вряд ли будет, Егор, от ветра огонь. Будем помогать? Давай, Кир. Если случился ураган рядом с деревом, то ураган может попасть на дерево и дерево может упасть. Да, правильно. Правильно, Кир. Очень, даже если не дерево пойдет, то часто много веток может лежать, которые ветер сломал. Да, действительно. А даже если сильный дождь, ветер, ребята, он даже может переворачивать все на своем пути. Вплоть до того, что такие тяжелые предметы, как машины. Вот такая вот небезопасная штука сильный ветер и ураган. Все-таки здесь, Егор, нам придется три фишки, которые ты мог заработать, отправить Кирочке в копилку. Она ответила на этот вопрос. Поэтому, ну ничего, не расстраивайся. Сейчас мы узнаем все-таки, кто победит. Четвертый вопрос, Кир, для тебя. На тему нашей сегодняшней программы. Как правильно вести себя в толпе людей? Расскажи нам, Кир. Мария Александровна нам рассказывала. Вот если ты идешь с мамой или с папой, что нужно, как нужно? Рядышком или оставить? Нужно идти рядышком. Более того, что еще нужно? Не просто рядышком. И держаться за руку. Правильно, за руку держать родителей. Еще что нужно делать, если вдруг оказались в толпе? Егор, а у тебя есть что-то полнить? Да? Ну давай, послушайте. Если ты упал, надо держаться за карман другого. Правильно. Нужно постараться уцепиться за рядом идущего человека. Причем не за одежду, потому что это сделать очень сложно. А как ты сказал правильно, за карманы, за петли, за пуговицы тоже, имейте в виду, можно цепляться. Что еще вспоминайте? Есть еще, говорила еще важные вещи Мария Александровна на эту тему. Если вдруг вы оказались в толпе, то стараться нужно идти с такой же скоростью, как идет, движется эта толпа. Не стараться идти в противоположном направлении. И держаться, Егор, не в центре этой толпы, а стараться возле стеночки, если есть такая возможность. Как мы распределим с вами фишки в этом? Я предлагаю вручить одну Егору, одну Кире и одну мне. Согласны со мной? Да? Все мы сообща отвечали на этот вопрос, поэтому поделимся. Держи, Егор, твою фишку. Ну что, ребята, это был последний конкурс. Последний конкурс. Давайте считать, кто же победил. Ребята, считайте фишки. Восемь у Егора, четырнадцать у Киры. Итого, я подвожу счет общий. В упорнейшей борьбе по итогам четырех дней соревнований с минимальной разницей. Всего лишь, ребята, в одну фишку нас выигрывает Егор. Егор занимает первое почетное место и получает от нас главный приз. Кирушка занимает почетное второе место и тоже получает приз. Егор, это тебе. Держи. А это Кирушка тебе. Я вас поздравляю, ребята. Желаю вам успехов. Но, знаете, хочу сказать самое главное. Это не те подарки, которые вы держите в руках, а то, что сейчас о безопасности вы знаете намного больше. Ну, а я жду встречи с новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова